Эпидемиологическая обстановка в Ненинском округе остается неблагоприятной. Коронавирус не сдает своих позиций. Ежедневно в статистику попадает от 10 до 16 заболевших. В регионе показатель на 100 тысяч человек составляет 31,6%. При этом по России он в среднем держится на отметке 21%. Как борются с инфекцией на селе, расскажет Ольга Русул. Коронавирус до сих пор не сдает своих позиций. В Ненинском округе уже три населенных пункта попали под карантин. Медики не устают повторять, чтобы победить вирус, необходимо соблюдать меры профилактики. Носить маски, держать социальную дистанцию. Но, пожалуй, самым главным оружием остается прививка. Подтверждением тому жители Силаума. Сейчас здесь фиксируются единичные случаи заболевания. Буквально это началось в сентябре. Ну и потихонечку мы людей садим на изоляцию, на карантин. Но это пока единичные случаи. В основном у нас население практически 80% и более привито. По словам доктора, коронавирус фиксируется среди школьников и их окружения. То есть заболевшие в основном молодого и среднего возраста. Привитые тоже болеют, но в легкой форме. У нас была проведена очень масштабная работа с людьми по тому, чтобы у нас люди вакцинировались. Потому что мы заинтересованы, чтобы люди у нас болели как можно меньше. Потому что люди, которые не привиты, и кто у нас заболел, допустим, они все равно заболевают пневмониями. Ну то есть это уже замечено тоже. А те, кто привит, в основном легкая степень, типа ренофаренгитов, вот таких вот идут и все. Сейчас село готовится к вакцинации от сезонного гриппа. Впрочем, эффективность прививки подтверждается и в тех населенных пунктах, где объявлен карантин. Можно заметить хорошую эффективность вакцины, потому что те, кто вакцинированы, они более-менее в легкой форме перенесли. Вообще, можно даже назвать, что бессимптомно. То есть они подтверждены, но симптомов у них особых не замечается. У тех, у кого есть симптомы, они тоже в легкой форме. Но симптомы даже больше из-за того, что вакцинироваться надо через полгода при вакцинации делать. А так как сюда просто, ну вот, тут начался коронавирус, они просто не успели. На сегодняшний день в Нижней Пёше зафиксировано 28 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Три пациента ждут подтверждения результатов ПЦР-теста. Еще два человека обратились за медицинской помощью только сегодня. И несмотря на то, что населенный пункт находится в зоне карантина, туда регулярно доставляют необходимые лекарства. А в город из Пёше в лабораторию ПЦР-теста сельчан. Напомним, что в зону карантина вошли три населенных пункта с высоким уровнем заболевания коронавирусной инфекцией. Нижняя Пёша, Великовисочная и Лабожская. Доставка продуктов питания, медикаментов и по необходимости специалистов, в том числе и медицинских работников, в карантинные зоны осуществляются без проблем. Специальные рейсы по доставку продуктов, медикаментов, медицинских работников, они специально организуются. Надо отметить, что ситуация по COVID-19 в деревне Лабожское стабилизировалась. Заболевшие жители ждут повторных результатов ПЦР-тестов. Если они будут отрицательными, то карантин вскоре будет снят. В Пёше также ждут результатов тестов. Если большинство из них покажет отсутствие инфекции, то можно будет говорить о стабилизации. На других территориях ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.